всем привет мои хорошие рады приветствовать вас на моем канале сегодня мы с вами рассмотрим новую полочку в моем комоде там будет вкуснятина и сладости вообще у меня сладости лежали по всей квартире и на кухне и в шкафу и так далее я решил все это объединить докупить еще кое-что и сделать себе такой волшебный ящик около кровати чтобы было легко вот так вот руку и пожрать что-то оттуда взять некоторые вещи вы уже видели в моем инстаграме вы знаете что мои любимые подписчики очень часто мне что-то дарят и мне безумно приятно вот каждая вещь которую вы мне подарили каждая вкуснятина для меня она очень дорога спасибо вам огромное и сегодня я хочу сделать обзор на вот этот вот ящик после покупки органайзеров у меня просто освободился один целый отдел в своем комоде я его решила приспособить под что-то действительно необходимое жизненно необходимое это конечно же да 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 в общем ящик мой выглядит вот так вот кое-что мне подарили из этого что-то я сама прикупила но все что здесь лежит я так или иначе люблю я вообще такой человек если честно вот я не люблю когда дома нету ничего я не сладкоежка хотя поэтому ящику совершенно не скажешь но я люблю когда есть запасы например шоколадок вот смотрите сколько у меня их начнем с того что вот эти три вы наверное видели что в инстаграме мне подарила подписчица за что и огромное спасибо я даже сама и написала и вот пытаюсь закончить все что она мне подарила дальше здесь две шоколадки даже не знаю вот эти по моему две дарил мне папа в посылке они у меня вышли тоже кушаю с удовольствием и еще по-моему она белая была она ее я уже закончила вот и потом мои любимые альпин кольт также люблю несквик обожаю через такой несквик с бананом он тоже вообще божественный и хорошая компания очень бюджетная шоколадка ее всегда покупала моя бабушка но последнее время я тоже на нее подсела и вот тоже люблю вот если этот ящик открыть в открытом состоянии дать моему брату то за один вечер буквально здесь не останется ровным счетом ничего но я не такая уж прям знаете на сладкая падкая так скажем два здесь киндер сюрпризы я просто обожаю шоколад который находится внутри если честно в детстве у меня была такая мечта собрать все игрушки из киндер сюрприза и в то время реально крутые игрушки выходили сейчас не очень поэтому всего два здесь у меня дальше вот недавняя находка это вот такой вот маршмеллоу в виде мороженого это типа смешарики жалко не уши не было взяла вот бараша и всех остальных вот такие вот зефирки они в форме мороженого вот может быть мукбанг вам засниму если вам интересно то пишите обязательно в комментариях дальше вот здесь внизу подождите внизу вот такие вот кексики немного вам отсвечивает но я с ними тоже снимала для вас мукбанг после мукбанг как раз таки их полюбила покупала такие знаете обычные шоколадные вот шоколадные мне очень понравились обычный совершенно невкусно их не покупайте а эти прям супер турецкое производство если я не ошибаюсь вот поддерживаем нашего этого соседа так скажем вот опять же шоколадка дальше любовь еще одна обожаю молочный шоколад киндер это воплощение просто лучшего молочного шоколада поэтому и киндер сюрпризы киндер люблю просто не стоит дороже а вот эти вот стоит бюджетные те стоит 85 копеек а киндер киндер сюрпризы стоит монат 50 то есть в два раза больше поэтому беру вот такие потому что внутри шоколад почти такой же если взять один такой баунти я могу выпить две чашки чая то есть у меня нету такого что я просто беру шоколадку и полностью съедаю без чая то есть я пью чай обязательно с шоколадом вот таком случае они у меня очень хорошо идут не так сильно люблю я kitkat но опять же пусть будет иногда бывает например вечером лежу-лежу мне вот захотелось чего-то такого беру и кушаю тут у нас kitkat и еще вот такую вот сладость купила вчера для мамы точнее я купила 7 штук 6 из них лежит на кухне один вот здесь у меня это типа фитнес они какие-то низкокалорийные для мамочки взяла посмотрим понравится ей нет ну как правило низкокалорийные вещи моей маме не нравится дальше здесь вот везде конфеты ребят если вы живете в азербайджане и никогда не пробовали вот эти конфеты я вам настоятельно советую они очень очень вкусные я просто обожаю их они называются тофикс не знаю наверно в россии их нету но они обалденные они напоминают чем-то хубу-бубу старую еще кто помнит в те времена кто жил у меня m&m's чисто ассоциируется с новым годом вот никак по-другому я помню в детстве еще была реклама у них связанная с новым годом типа они там это переодеваются дедушку мороза и вот с тех пор я люблю m&m's всегда покупаю кушают в мукбанках редко потому что мне кажется это не совсем формат мукбанка ну просто в повседневной жизни сижу монтирую мне обязательно не знаю одна пачка m&m's и уходят я вообще очень люблю пожрать но это вы уже наверное знаете не по наслышке далее здесь опять у нас маршмеллоу в двух видах это просто они одинаковые по вкусу просто выглядят по-разному я люблю это один тот же бренд также от этого бренда у меня есть вот такие вот зубки это мармелад мармелад также у нас продается килограммами лучше конечно покупать килограммами так получается дешевле но вот я люблю вот такой вот небольшой пакетик раз открылась ела любовь просто обожаю кстати забыла вам показать еще маршмеллоу есть таком формате напиток которая стоит достаточно дорого по сравнению вообще с другими напитками чупа чуп стоит прилично дороже вот такая вот два моната в некоторых также магазинах 220 даже видел за 230 обычно кола или пепси в таком формате стоит в четыре раза дешевле не знаю почему так дорого но именно с клубникой мне нравится там еще я пробовала с апельсином вот это вот один в один это просто меринда поэтому брать никакого смысла не вижу а вот это вот с клубникой он обалденный опять здесь азербайджанское производство или турецкое даже точно не знаю идти к какому государству относятся кто знает пишите это тут ку и вот такие кексики они очень вкусные на самом деле даже можно снять для вас мук ванк если хотите то обязательно пишите в комментариях ко всему этому вроде бы как бы не сочетается перчем здесь мандарин я очень люблю мандарины особенно под новый год вообще этот фрукт у меня ассоциируется с новым годом я могу прям килограмм съесть мандаринов и просто чувствовать себя превосходно очень люблю мандарин и не люблю когда они в холодильнике потому что в холодильнике они становятся ледяные а я люблю чтобы они были тепленькие поэтому они у меня здесь лежат хотя половина у нас холодильник я стопудово сейчас что-то пропущу ну да ладно я рандомно беру здесь у нас принглс я его взяла потому что он был на скидке именно этот вкус был на скидке кстати это оказывается острый я устро и не люблю я люблю скидки поэтому взяла даже не думая иногда я думаю после того как я совершаю покупку вот такие вот большие не стоили по моему три моната да а по идее не должны стоить четыре поэтому я сэкономила молодец я такая молодец экономная девушка так скажем дальше у нас чупа чупсы вот это вкуснятина если честно очень уже давно как бы я не покупаю чупа чупсы не сосу так скажем вот но почему-то в этот раз я взяла я решила просто вот этот вот шкафчик он у меня стал лишним потому что я вот сюда купила органайзер и здесь как бы получилось что почти пусто я решила все это вот так вот организовать потому что большинство вещей у меня лежат в одних полках то в других что-то на кухне поэтому я решил все вместе еще кое-что докупите вот устроить себе такой рай почему нет я могу себе это позволить как сказала кто сказал кто-то из блогеров точно сказал дальше у нас вот такой вот барни снимала мукбанг и ела 10 штук за раз кто помнит легко могу съесть 10 люблю ем но почему-то барни у меня именно ассоциируется с детьми моего двоюродного брата он всегда покупал своей дочке кучу барни и мне всегда казалось что барни это что-то вроде агуши то есть это еда чисто для детей а потом начала кушать сама и в принципе мне нравится вы в инстаграме видели что у меня был такой большой пакет вроде как со сникерсами там был 11 штук и вот остался только один или два всего сникерсы все остальное мы съели также был такой такая упаковка с баунти тоже все сели осталось ничего в общем-то говоря дальше кракс впервые я познакомилась как сам когда приехала в баку в первый раз это очень вкусная штука такие палочки соленые они немножко и со стринкой именно зеленый я попробовала в первый раз в киоске около нашей школы вот с тех пор я люблю они очень хрустящие достаточно такие вкусные дальше здесь наверно штука где-то 10 вот таких вот три в одном это якобс или как правильно jacobs хотя все говорят якобс ну в общем не суть я их покупаю всегда на скидке 5 штук стоит всего 85 копеек это получается очень бюджетненько а вот еще то есть у меня их много я знаю вы удивитесь почему они не лежат на кухне а лежат именно здесь на кухне тоже лежат но здесь они мне греют душу это не значит что я закрываю эту полочку на замок и все это только мое нет конечно любой кто что хочет может отсюда спокойно взять без никаких проблем взяла до коллекции честно взяла попробовать никогда не пробовала потому что я печенье не люблю в большинстве случаев печенье это абсолютно не мое поэтому кому взять взяла но насколько это будет для меня вкусный насколько это мне понравится это большой вопрос так скажем дальше много вот таких вот я снимал для вас видео а по моему 15 или 17 вот таких штук я села за раз кто помнит напишите в комментариях сколько конкретно там было точно не помню разных цветов так вот в этой полке тоже таких очень много дальше здесь чупа чупс вот такая вот жвачка кто скучает по хуба-буба кто помнит пишите в комментариях вот как раз таки это один в один хуба буба кстати у меня в другой полке очень много жвачек. Почему я их сюда не закинула? Сама даже не знаю. У меня в другой полке лежат очень много жвачек Дирол. Ну да ладно, вы наверное во влогах видели, я забыла закинуть сюда. Я думаю, что жвачкам тоже место будет здесь. Будет им уютненько. Дальше вот такая вот штука. Она стоит супер бюджетно. То есть, когда я только приехала в Баку, она стоила 5 копеек. Представляете, 5 копеек всего стоила. Сейчас стоит намного дороже. 20. В 4 раза дороже стала эта штука. Такая шоколадка небольшая, совсем маленькая, малюсенькая в форме такого вот медвежонка-панды. Вот так вот ребята. Все дорожает. Жизнь дорожает. Скитлз. У меня сразу ассоциация рекламы, зависнее на радуги и все дела. Любленный, опять же, вот вы иногда пишете, Айка, почему не снимаешь с этим мукбанг? Вот со скитлзом, например, можно заполнить перед собой скитлз, но проблема в том, что я все это не съем. И как-то всегда я не вижу смысла ставить перед собой столько, сколько я вообще и даже близко не съем. Поэтому с такими продуктами редко снимаю. Часто мне пишут, что Айка, почему одно и то же? Да потому что больше не с чем снять. Вот. Что я вам еще не показала? О! Как я могла про это забыть? Куда ты? Конечно же, фисташечки. Очень-очень люблю фисташки. Да и не только. Я, честно, и просто вот такие семечки тоже люблю. Могу погрызть. Вот. У меня бабушка тоже любит. Особенно, знаете, в деревне. Сидишь на лавочке под деревом и грызешь семки или фисташки. От компании Это, наверное, турецкое, потому что Албини это переводится как Возьми меня. Какое романтическое название! Возьми меня, дорогой. Ну, в общем, не суть. Короче, это я никогда не пробовала. Всегда видела в магазине, но никогда не рисковала и не покупала. К чему нам такой риск? Зачем нам рисковать покупать то, что мы не пробовали? Не понимаю. Дальше вот такие вот печеньки. Они со вкусом сыра. Это очень хрустящие печенья. Они напоминают тук один в один. И они еще есть в плане сэндвича. То есть две штуки и внутри здесь сыр. Я взяла обычные. Тоже перепутала. Забыла, что такие есть. Так, Oreo. Мама делала тортик с Oreo. Вот, честно, не очень люблю. Не могу сказать, что это прям любимая вещица у меня. Я равнодушна, вот честно, к Oreo. Я больше люблю вот какие-то просто шоколадки, что-то вот сникерс, не знаю, баунти. А Oreo как-то не мое. Наверное, потому что просто печеньки я не люблю. Как оно ни крутинуть, не люблю. В общем, вот такая вот у меня полочка. Вроде как я ничего не пропустила, хотя все возможно. Я такой человек, что я обязательно что-то пропущу. В общем, на этом все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для вас, может, это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!